Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой, и сегодня у нас Fixed Price Lookbook Hole, как я его называю. Я немножко принаряжусь в одежду от Fixed Price и покажу вам, покручусь, как можно что сочетать. На самом деле, выбор небольшой и сочетаний немного, но один из них мне даже очень понравился. Первое, с чего я начну, давайте начнем вот с таких вот платьюшек. Причем я их увидела совсем недавно, они, видимо, пришли к лету. Я взяла вот таких вот два цвета. Одно бежевое, так как бежевый вообще идет блондинкам, но в итоге такое простенькое, знаете, вот чисто на пляж. Оно очень приятная ткань, оно достаточно короткое, то есть секси-пекси вы будете просто мега. Ну вот на купальник одел и все, да, вот на купальник, когда ты можешь вообще хоть прозрачное одевать, хоть короткое, поэтому ничего страшного. И также я взяла вот этот цвет, мне вот этот очень цвет понравился, и он прекрасно идет в сочетании с вот этой шляпкой. Это вы сможете посмотреть, два вот этих вот образа, и скажете, какой вам больше понравился. Шляпка мне вот эта очень понравилась. Потому что она, во-первых, гибкая, она вся гибкая, то есть ее можно сделать круглой, убрать вот это вот, да, то есть сделать ее панамочкой такой, знаете, не шапочкой, а панамочкой. Ее можно сделать шляпой, как только что я вам показала, да, ее вот здесь вот раз-раз, сделал-сделал, поля выровнял. Она вот такая какая-то гнущаяся вся, форму придал ей и уже другой вид, да. Мне кажется, этот цвет голубой мне очень идет. Там были разные цвета, я уже не помню какие. В общем, эта шляпа я довольна. Я взяла ее чисто для лук-бук-хола, а оказалось, что она такая, ничего себе, да. Шлепки, смотрите, шлепки у меня вообще из фикс-прайса, давно у меня розовые и вот такие вот. Но я их не примеряла, только под один костюм, сына, ты уже что там, джинсу мою тащишь из фикс-прайса. В общем, розовенькие под один костюмчик подошли. Я сейчас подкажу, под какой. Раньше я не замечала, но почему-то заметила, именно когда начала обращать внимание на одежду, думаю, вот одежда, да, обратила. Хотя я вспоминаю, что Алина снимала что-то такое, и она, по-моему, говорила о том, что очень классные вот такие и кофточки, и вот такие вот брючки. Ну, они костюмчиком идут, ну, отдельно продается все, но они сочетаются как костюмы, одинаковый, идентичный цвет. Единственное, что вот здесь вот очень неудобно, ну, они, знаете, прям домашние-домашние штаны, но они хлопковые, да, они натягиваются прям до седова. Соответственно, я все люблю носить на бедрах, я не знаю, почему мне вот, знаете, чуть выше бедер, пояс, меня начинает как-то смущать, меня начинает там все давить, и вот моя одежда, она вся на бедрах, вся, я все спускаю на бедра, и вот там неудобно, знаете, вот бывает вот удобно, да. Я люблю, когда одежда обтягивает, но не сильно, я люблю чувствовать одежду, да, ну, то есть свои заморочки в голове у каждого человека, у меня вот такие заморочки. Сын, не ешь мои штаны, пожалуйста. Я уже быстро снимаю, вот, и я покажу вам, как я заворачиваю, в принципе, так же, как и Лина, по-моему, заворачиваю и хожу, и мне даже что-то в этом есть, какой-то прикол, да, штанишки достаточно короткие, они не длинные, поэтому их тоже можно немножечко так подтянуть, и кофточка, и все, и гоняйте по дому в любое время года, хлопок не вреден, ну, посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше, дальше я приобрела вот такие шортики, ой, шортики это всегда хорошо, знаете, я одела, у меня много разных шортиков, а вот эти такие свободные, знаете, во-первых, они яркие, что классно, я люблю яркое. Во-вторых, одел и побежал в тот же магазин, вот, рядом с домом, да, и что, я их сочетала вот с одной из этих вот кофточек, да, вот такая кофточки легенькие есть в фикс прайсе, и вот такая вот кофточка есть, две я взяла. Вообще-то много разных было цветов, но мне понравилось, что здесь розовый слоник, мне очень понравились названия, мечты сбываются, вот, а вот здесь вообще, видите, вот под сережки даже подходят. Я вообще люблю вот эти вот изумрудные цвета, и, конечно же, мой выбор был здесь. Ну, здесь тоже название очень классное. Сделать маленькие вещи с большой любовью, вот что-то, по-моему, такое, и мне кажется, это вообще очень даже буддийское изречение, поэтому оно со мной. Вот, посмотрите, как я сочетала вот эти шортики с этими мальчиками. Дальше это моя находка вообще, и я когда пошла, вот я купила их, и пошла на следующий день, не было ни одних уже. Это вот такие вот лосины, лосины-джинсы. Они очень клёво смотрятся, вы сейчас сами в этом убедитесь. Они вообще, ну, их можно натянуть до самого верха, но их можно немного спустить, не подкатывая, и тоже будет хорошо смотреться и на бёдрах достаточно. Вот, мне очень понравилось. Но если пополнее ещё человек будет, то вообще на бёдрах будет, классно. Сын, хватит тырить мои шмотки. Я их положила на столе, он с кроватки тырит и в рот. В общем, здесь вот такая джинса. Я взяла, там, знаете, там были цвета серый, вот этот между находится, и был ещё голубой. Я вообще хотела на следующий день пойти и купить их все, но ничего не было. Что ещё? Ткань очень приятная. Они не длинные, не укороченные. Ткань очень приятная. Она напоминает вот эти вот майки. Помните, цветные были? Вот, зая, вот дай вот. Ну вот дай майку. Дай, мама покажет. Покажет. Вот, чёрные, помните? Они чёрные, цветные, зелёные. Кстати, зелёную майку не взяла. Вот, и вот такого же ткань, такой же ткань. Это синтетика, но она очень-очень приятная к телу. И эти штанники я сочетала как с топиками. Вот, ну вот, вот у меня топик, да, есть. Я всегда под низ майка, одеваю топики. У меня чёрный топик ещё есть. Вот такой вот. Топики серые, чёрные я купила. Я не помню, с чем сочетала, но я вам покажу. Всё куплено из фикс прайса. Посмотрите. Дальше, 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 дальше. У меня есть две такие юбки. Эту я покупала уже давно. Юбку, не знаю, мне понравился цвет. Хотя тигру я не люблю. Это, знаете, как бы тигра, блондинка. Что-то такая бескусица какая-то. Хотя оно снова модно. Я, помните, даже что-то снимала. Никогда не одену. Я взяла тигровое пальтишко. Но даже мне понравилось, как оно смотрится. Но как-то тигровое уже, наверное, для меня что-то не то. В общем, вот такая юбка тигровая, да, разноцветная. И вот такая вот, типа, в джинсе. И сочетала их с разными маечками. Например, с чёрной вот я сочла. Вот эту вот. Потом вот такая кофточка мне очень понравилась. Ну, она чисто синтетическая вообще. Мне кажется, в ней, конечно, будут потеть. Но рисунок очень классный. Она лёгенькая такая, да. Но она прям синтетика, вот в которой реально будут потеть, наверное, люди. Тоже посочетала с этой юбочкой. В общем, посмотрите. А с этой я посочетала вот что-то такое. А, нет, ещё я с этой посочетала и топик чёрный, и майку чёрную, которую я вам говорила. Вот таких вот майк у меня много. У меня белые, серые. Вот просто я всё не собрала сейчас. Ну, а чё вам цвета показывать? Серые, нежные серые, белые-белые. Единственное, в чём минус этих майк, вот кроме чёрной, в том, что они прозрачные. В том, что они прозрачные. Ах, да! Ещё я взяла вот такие вот тоже новые сумочки. Дай! Вот такие новые сумочки, вот такие прозрачные. Единственное, что они многие похожи, знаете, на скатерть. Я не стала брать похожее на скатерть. Что-то взяла более-менее похожее на сумочку. В общем, мне вот эта расцветка понравилась, потому что она идеально подошла под шляпку смотрится. Под вот это платье хорошо смотрится. Под вот это, потому что здесь бежевые цветы тоже. Ну, в общем, вот эта сумочка интересная. А также я взяла, ну, там было только две, я их забрала. Вот такие чисто белые сумки. И знаете, с какой целью? Для того, чтобы нанести на них свой какой-то логотип или что-то написать, то, что я хочу. У меня как раз-таки были куплены фломастеры специальные по ткани. Но они были куплены не в фикс прайс, хотя сказали, что в фикс прайс есть такие фломастеры. Но я так их и не нашла, ну, и не стала экспериментировать. Я покупала их в Икеа специально по текстуре. И говорят, что оно даже можно стирать, и оно прям не выцветает. Мне хочется написать что-нибудь в Селене, например, с другой стороны Вселенная. Или вообще прям текст какой-нибудь написать. Или что-нибудь, я не знаю, в общем-то. В общем, идеи разные. Я две такие сумки купила. Вот еще одна такая, тут у меня упакованная лежит. По 55 рублей они. В общем, вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в принципе, все вы в видео увидели, что я хотела вам показать. Да, как я все вот это посочетала. Все, в фикс прайсе особо больше вещей не было, к сожалению. Надеюсь, фикс прайс дальше порадует нам вещами очень интересными, чтобы можно было снимать такие интересные видюшки. И обувь, главное обувь. С обувью напряженка для девочек. Кстати, очень классная обувь для мальчиков там появилась. Черные и белые шлепки, но размеров на девчонок вообще не было. Они прям такие через палец. Вообще, я заметила, что нету не через палец прикольной обуви, вот шлепок именно. Потому что я искала такие, чтобы, знаете, можно было выйти куда-то, чтобы они так смотрелись интересно, стильно как-то, да, вот подсочетать. Нет, тут они шлепки-шлепки какие-то. А через палец очень много красивых шлепок. Что такое? Мне кажется, что что-то тут не то. Вот. В общем, вот такой вот лук-бук-холл был. Скажите, как вам понравилось, интересно, снимать ли в будущем такое. Если, конечно же, вещей будет в фикс прайсе побольше, и с обувью было бы хорошо. Все, мои хорошие, что вам понравилось, какое сочетание, что бы вы себе приобрели. Скажите, пожалуйста, то, что мне понравилось, мне очень понравился образ вот с этим платьем, и с голубой шляпой, и с вот этим вот, с вот этой сумкой. Очень понравилось, и мне очень нравятся вот эти джинсы. Они очень клёвые, они так прикольно обтягивают и делают форму. Ну, а эти майки, они мне вообще очень нравятся. А, ну, и ещё мне очень нравится хлопок, поэтому я даю предпочтение вот этому костюму. Всё, мои хорошие, наболтала-наболтала, люблю вас, целую. В общем, давайте одеваться стильно и недорого, это же так круто. Вот, ну, а дорого мы всегда сможем одеться красиво, если у нас есть вкус и деньги. А вот красиво, стильно и недорого, вот это искусство. Всё, я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok